Всем привет! Доброго, хорошего, солнечного дня всем! Я Валентина, и живу я в Уфе, это столица Башкортостана. Но сегодня эфир будет не обо мне. Сегодня эфир я проведу не одна. Я проведу его с удивительным человеком, который меня восторгает, восхищает не один день. Это будет Анжелика Ванштейн. И я рада буду представить вам. Благодарю всех, кто присоединяется. Благодарю за встречу с вами. И я рада буду сегодня представить вам. Я не знаю даже, как сказать, чтобы это было понятно вам. Девушку с огромной харизмой. И ее увидим. И тогда я подробно вам попытаюсь рассказать, кто эта девушка. И что у меня общего с этой девушкой. Всем здравствуйте! Здравствуйте, Анжелика! Ребята, кто есть сегодня? И ты, Анжелика, скажи, слышно? Видно? Хорошо? Отлично! Да, я тебя хорошо слышу! Ты меня слышишь хорошо? Вот так вот. Все. Значит, тогда мы никого не ждем. Кто хотел, тот придет. Кто хотел, тот присоединиться. Ты знаешь, Анжелика, я сегодня утром, когда готовилась к прямому эфиру, я еще раз зашла в твой аккаунт. Еще раз посмотрела, когда началось наше знакомство. Еще раз перебрала те моменты, которые заставили меня выйти на разговор с тобой. И сейчас ты о себе расскажешь, но я предысторию. Дело в том, что это было 19 апреля. Я получил сообщение, вот я читаю на планшете. Валя, приветствую вас. Меня зовут Анжелика Ванштейн. Скажите, вам интересна тема саморазвития и личностного роста? Я это получил 19 апреля. У меня было время до 2 мая откладывать эту переписку и ответ. Я обычно очень быстро реагирую. Но здесь почему-то я очень долго смотрела. И дальше, познакомившись с... Сейчас тут будет в тексте. Познакомившись с твоим аккаунтом, с твоей шапкой профиля, Первое слово, ну, во-первых, интеллект, тренер. Мне на тот момент было понятно 2 слова, но в отдельности. Это интеллект и это тренер. Дальше я стала смотреть, что в твоей шапке профиля нет... Вот знаешь, есть какие-то непонятные слова дальше, что человек не понимает, с кем ты ведешь беседу. А еще удивление было. А нет постов. 2600 с лишним у тебя постов, но там нету текста. Там есть только все видео. Это настолько редко увидеть. И я так думаю, боже мой, а что, уже каждый день человек говорит? Вот я, я уже не помню, когда я в прямой эфир выходила. И здесь у меня был ступор. Видимо, этот ступор продолжался до 2 мая. И потом я пишу ответ. Привет, Анжелика. Я много посмотрела и послушала. И вас, и Роберта из вашего сториз. Я же там все шурдила. Мне надо было докопаться. И написала честно. Я думаю, зачем мне пришла эта информация. Но ты человек новой формации. Ты, немножко разницу мы имеем в возрасте. И ты тут же 2 мая дала мне ответ. Ты почему-то сразу меня выложила в сториз. Я тебе еще не знакомый человек. И дальше состоялось наше знакомство. Ну, я могу сказать тем, кто нас слушает и будет слушать и видеть, что с первых слов, что рассказала о себе Анжелика, шокировало несколько вещей. Ну, Анжелика, ты знаешь, я это не устану повторять, что я редко встречаю женщин, которые, ну, во-первых, несут какую-то идею, какую-то миссию. Потому что я из семьи военных, и я понимаю немножко что-то. И твоя фраза «один и восемь», «один год и восемь месяцев», ну, не в детский садик сходить, это, честное слово, отдать время, отдать свою жизнь на управление другому человеку. Потому что когда мой военный брат, он и сейчас военный, и когда я говорил, зачем ты пошел в армию, он мне ответил, обо мне будут заботиться. Ну, так, холостой парень рассуждал. Меня накормят, обуют, оденут. Он и до сих пор в отставке военной. Ну, вот эти слова я ему никогда не напоминаю, но я помню. И сейчас, Анжелика, зная тебя немножко больше, ну, с 19 апреля, я знаю о тебе много интересных фишек. И люди, которые нас смотрят, будут смотреть. Я хочу, чтобы ты рассказала о себе, ну, немножечко с позиции того, чтобы тебя люди узнали. А дальше мы перейдем к нескольким вопросам. Итак, сегодня в гостях у меня Анжелика Ванштейн, человек, который меня восторгает по сегодняшний день. Тебе слово. Благодарю, Валечка, благодарю. Так приятно. Ну, что я могу сказать о себе? Всем здравствуйте, во-первых. Значит, первый раз мы выходим, да, именно с этого аккаунта. О себе могу сказать то, что я живу в городе Улан-Удэ, это Бурятия. Вот, значит, здесь я живу, я здесь родилась. Но когда мне было 19 лет, я как-то так стартанула в Израиль. У меня была такая вот идея фикс. И я очень хотела уехать в Израиль, хотя мои как бы не очень хотели, но в итоге я туда уехала в 19 лет. Я уехала, у меня там никого не было, ни родственников, никого. Вот, я уехала, правда, по программе. Вот тогда были определенные программы. Вот на аллее это было. Я туда уехала. Там я жила в Кибуце. Это, знаете, как деревня, да, такая вот деревня. И вот в этой деревне мы жили, и там нас кормили, но ночами мы работали на заводе. Вот, чтобы, ну, как бы не просто так, да, но, в общем, и параллельно мы еще изучали ибрит. Вот, то есть язык, да, Израиля мы там изучали. Вот. Спустя какое-то время я поняла, что если я здесь буду оставаться, то мне желательно пройти армию. Но так как мне уже 19 лет было, то я уже не подходила для армии. Вот. Я, конечно же, хотела туда попасть. Мне сразу дали отказ. Но я писала три раза. Я человек очень упертый. И три раза я писала. И вот Бог, как говорится, любит троицу. И все-таки меня взяли. Представляете? Вот. То есть это было, конечно, для меня такой огромной победой. Потому что, ну, представляете, человек приезжает в огромную страну, никаких родственников, никаких там знакомых. И все равно с твоими шагами, с твоими намерениями, да, я добивалась того, чего хотела. Вот. Это было здорово. Я отслужила год и восемь в стоматологической поликлинике. Да. Это было в Тель-Авиве. У нас там располагалось вот место, где мы были. Вот. И, конечно же, у нас был и курс молодого бойца, и с Калашниковым мы везде ходили, и проезд у нас бесплатный везде был. То есть твоя такая была атмосфера интересная. Вот. В Израиле я прожила восемь лет. Затем я вернулась. У меня родители остались здесь одни, потому что сестренка тоже уехала в Израиль после меня уже год спустя. Я сказала, приезжай, тут так здорово. И она приехала в Израиль. Потом она уехала в Канаду. Она, сестренка, живет у меня родная в Канаде. А я вернулась туда к родителям. Вот. Что еще? Я в Израиле работала на разных, всяких разных работах. Я после армии, я была официанткой. Вот. Очень долгое время. Потом продавцом была. В общем, много кем пришлось поработать, но это был шикарный опыт для меня. Вот. Когда я вернулась уже сюда, опять на родину, да, в Россию, я поняла, что нужно, нужно что-то, в общем, чем-то как-то зарабатывать. И я пошла, окончила второе образование. У меня два высших образования. Я преподаватель биологии и также инженер-землеустроитель. Вот. По второй специальности я пошла трудиться. Вот тогда еще у меня папочка был жив. и нашли мне очень хорошую должность. Я здесь хорошо так работала. Была главным инженером под землеустройства. Вот. И, ну, так как получилось, что вот этот был 2008 год, да, как раз вот какое-то расформирование было, да, кризис, да, как-то это называлось, кризис. И вот получается, что наши все организации вот эти вот начали активно закрываться. Вот. И закрылась организация. Я поняла, что нужно что-то делать. Я пошла в торговые представители. Торговые мне очень нравилось, потому что рулить вообще машина – это мое. Вот. Вы знаете, еще хочу сказать такую фишку, наверное, потому что папочка мой, он здесь, в Улан-Удэ, открывал ралли. Это было очень давно, представляете? Да. И у меня, видимо, в крови. То есть вот руль – это мое, машины. Я кайфую, когда я за рулем. Поэтому, в общем, так получилось, что я торговым представителем с удовольствием работала, потому что, конечно же, были идейки и ездила, да, с удовольствием. И с людьми я всегда любила общаться. После этого я поняла, что нужно что-то свое. Я открыла свой магазин. После своего магазина, то есть, ну, тоже там недолго так это было, где-то 2-3 года магазин, да, параллельно открылись сети. И сети задавили, как частников, да, давят сети. Пришлось вот совсем вот с долгами закрыться. Ну, в общем, как-то так. Потом я ушла в сетевой. 10 лет я в сетевом. Я здесь просто счастлива. Я нашла здесь себя. У меня партнеры по всему миру. Была в разных-разных компаниях. И продуктовый, и инфобизнес у меня был. И у меня была своя школа онлайн. То есть, много чего я прошла. И вот вселенная отправила мне такой подарок в виде суперджампа. Это было примерно уже 7 месяцев назад. Я поняла, вы знаете, просто у нас так получилось, что девушка моя знакомая, она прошла курс и начала нам рассказывать. Вы знаете, я увидела, что человек просто сияет. Вот у нее вот такое неподдельное счастье такое, да. Я ей сразу подумала, говорю, Лена, расскажи, что ты, как, вообще, каким образом. И, конечно же, она мне рассказала про суперджамп. Вот. Валечка, наверное, какой-то другой хотел еще вопрос мне задать, моя хорошая. Да, да, Анжелика, я очень внимательно тебя слушаю, потому что ты раскрылась еще больше и показала мне некоторые моменты. И про папу показала. Вот я хотела задать вопрос. Откуда у тебя вот столько азарта, энергии, жажды жизни? Откуда у тебя это? От папы, от мамы? Ну, наверное, от обоих, да. У меня папочка, он всегда был, занимал ведущие такие позиции, да, он всегда был организатором и все всегда, как говорится, делал сам. Я видела этот пример, что папа у нас очень много работал. Когда я была маленькая, он на трех работах работал. Но мы всегда были, всегда жили в достатке, всегда, потому что папа заботился. И вот он как настоящий, да, вот как говорят евреи, да, они очень хорошие семьянины. На самом деле оно так, и у нас всегда, всегда было, что покушать, что одеть. То есть это было большое, конечно, большой плюс. И я, да, я и похожа на папу, то есть и так похожа, да. Да, сестренка старше, она больше на маму похожа, а я на папу. И, конечно же, мне всегда хотелось узнать, каким образом люди зарабатывают деньги. То есть у меня всегда вот этот вопрос стоял. Вот, и поэтому я вот такой целеустремленный, упертый человек. Анжелика, а вот скажи, ты не замечала, что в некий момент в тебе появляются черты, присущие только мужчинам? Армия, руль, желание зарабатывать. Ну, я знаю, что ты мама, и, по-моему, у тебя есть детки. Но вот это вот железный стержень и некоторые моменты черты даже вот мужского характера. Ну, ты настолько добрая и мягкая, мне это просто не стыкуется. Как? И женщина с таким железным характером, с такой огромной волей, с таким рвением, такая добрая, которая готова всем помочь. Вот как в тебе это сочетается? Вот расскажи многим, вот как в себе это вот воспитать, я не знаю, найти, обнаружить, развить. Интересно многим, я думаю. Благодарю, Валечка. Дело в том, что, конечно же, с течением времени каждый человек, да, который, как говорится, занимается саморазвитием, да, он понимает, что нужно все время шагать, потому что стоячего положения его не бывает. Если ты стоишь, то ты уже взади. Вот, а я не люблю быть позади, я люблю быть впереди планеты всей. Вот, поэтому я стараюсь самообразовываться. Я везде езжу на какие-то тренинги, на какие-то развивающие какие-то курсы, да, прохожу. То есть тоже очень много денег вложила в себя, в мой мост. Я знаю, что самое важное вложение, самое ценное – это клад в себя. Вот, ну а как сочетаются, наверное, может быть, еще и Леночка пишет, вообще не стыкуется, как такой нежный человек армия служит. Девочки, для вас это просто, ну, как бы, для вас это, вы считаете, что это что-то такое ого-го. Для меня это как бы нормально, потому что в Израиле абсолютно все проходят армию. Там все девчонки и все мальчишки проходят армию. Там есть только исключение, если девочка, ну, в положении, да, то, конечно, она не может проходить. То есть она беременна, она не может проходить армию. И в Израиле это очень почетно. Если ты отслужил армию, у тебя есть льготы по обучению, много всяких разных льгот. Вот, поэтому я так стремилась, мои хорошие, в армию. Еще и поэтому. Вот, поэтому, конечно же, и вы знаете, дело в том, что на сегодняшний день я ращу ребятишек сама. У меня нету супруга. Вот, я развелась. И поэтому я понимаю, что все в моих руках и все на моих плечах. То есть только я могу обеспечить своих деток, а я их очень люблю, как и все мамы, наверное, своих деток любят. И, конечно же, я хочу для них самого хорошего, самого чудесного. Вообще, у меня есть огромная мечта. Все время путешествовать, показывать мир своим детям, своей мамочке. Ну, вот, наверное, как-то так. Анжелика, вот видишь, Лена пишет, 100% вложение в себя, это действительно очень почетно и классно. Анжелика, а вот сейчас мы перейдем к более глобальной теме, но чтобы раскрыть тебя как человека со всех сторон, потому что мои, например, подписчики тебя видят, ну, в сторис, может быть, видели. А так на прямом эфире, я же говорю, я давно не была и никого не представляла. Ну, я знаю, но многие не знают. Анжелика, а сколько весит автомат Калашникова? Так я не скажу, честное слово. Но это тяжеленький. Это тяжеленький. Это 5-7 килограмм веса. Да, да. А ты говоришь, я даже себя не представляю, у меня сумочка висит, я чувствую ее тяжесть. Ну, когда я должна, ну, во-первых, находиться в стране, в которой меня обучают, я понимаю, ты молодая, вернуться 20 лет назад, это, может быть, было легко носить такую сумочку Калашникова, название у нее такое, и она весит 5-7 килограмм. Вот. Муж закрыл дверь и хотел у мужа спросить, сколько же эта вещь стоит-то. И вот носить эту сумочку, и в то время положение в Израиле, как и сейчас, оно не было стабильным. Ну, по большому счету, ты находилась в военизированной стране. И это надо учитывать. Мы в родном государстве ходим, объявили пандемию, все сели дома, сидят, все все боятся, все чего-то спрятались и закрылись. А там без пандемии, пандемии у меня друзья там, они пишут, звонят и показывают. Поэтому я ей говорю, как это, маленькая девочка, маленькая, я не могу представить, что я свою дочку, она бы вот как ты своей маме сказала в 19 лет, ай да, я куда-то, у меня миссия, я хочу. Ой, я не знаю, с дверями бы моя дочь вышла, наверное. Она, конечно, тоже у меня еще та лягушка-путешественница, но в страну, где надо вот сломать себя, надо сделать себя другим человеком, я не знаю, как бы я отпускала дочь. Вот я, как мама, говорю тебе, я бы не знаю. Но, наверное, на тот момент твоя мама понимала, что ты доводила какие-то аргументы, что мама поняла, что мы можем действительно больше сломать дочь, если мы ее оставим здесь. Потому что та закалка, которую ты прошла, она сейчас есть в тебе. Потому что сейчас плавно переходим к тому, что такое интеллект и что такое тренер. Мы сейчас плавно перейдем, и, видимо, вот та школа, и все последующие твои действия, и два образования, и все эти работы твои связаны, и на автомобиле, и все остальное. Потому что если смотреть твои истории, то там действительно моя хорошая, я думаю, боже мой, я, конечно, такой привязанности к автомобилю не имею, но ты с такой любовью к своей машине. Я так думаю, боже мой, с одной стороны стоит вот такое отношение к жизни, а с другой стороны, я ведь тебя слышу каждый день и на занятиях. И ты говоришь, не то что очень часто, ты все время показываешь эту необычайную любовь, а еще мне каждый раз вот у меня миссия. Боже мой, я прожила еще живую хорошую жизнь. У меня не было такой глобальной миссии, а у тебя каждый раз вот это вот прям вот чертой красной у меня миссия. Итак, переходим к твоей миссии. Мне это очень интересно. Хорошо, миссия. Вы знаете, дело в том, что, конечно же, с течением времени, да, я много чего перебрала, много каких вот сетевых, да, проектов. Я просто поняла, что вот этот вот суперджаб, он тоже у нас, как Верочка Макаренко говорит, неизвестно, говорит, кто кого нашел. То есть я, говорит, человек вот ждет, то есть он посылает во Вселенную, да, информацию. И когда вот это приходит, то я просто получилось так, что наш суперджаб – это курс. Люди, наверное, не знают, да, мы ведем прямой эфир. Это курс, который проходит 10 дней. И когда я узнала, то есть я даже не зашла на курс, я сразу приобрела франшизу, потому что я поняла, что это мое, я сердцем поняла. Я просто запрыгнула туда, я решила стать интеллект-тренером, потому что это очень интересно, это очень классно. Я поняла, что насколько вот на сегодняшний день, да, ведь правда, люди, мы все созданы по подобию Бога, да, но а что нас отличает от животного? Да, ведь мы также растим свое потомство, мы также кушаем, едим, да, ну и вот в конце концов там уходим, да, в другой мир. Но нас же должно что-то отличать, мы же должны что-то делать большое, мы можем это делать, и это очень важно. И, конечно же, когда я пришла на суперджамп, и когда я поняла, что вот эта вот, знаете, тема была сверхцель, то есть у каждого человека есть определенная миссия, для чего он пришел на этот мир, да, в этот мир. И я поняла, что моя миссия – давать информацию людям для того, чтобы именно я была точкой отсчета новой жизни, понимаете? То есть люди к нам приходят на суперджамп. Я сейчас расскажу очень много историй, да. Вот у нас парень один пришел, он, получается, был на грани развода, да, они уже порознь жили с женой. И когда он пришел на суперджамп, через пять дней он восстановил свою семью. То есть они не развелись, они, наоборот, соединились. И этот парень настолько воодушевился, он чуть позже стал тоже интеллект-тренером, он сейчас развивается очень хорошо здесь. Дело в том, что, понимаете, ведь очень много, да, есть у нас всего. То есть мы вот про гаджеты, про наши, да, вот эти, те же наушники, да, вот эти вот модненькие. Но ведь никто не думает о том, что для человека, что нужно для человека. Ведь взрослый человек, он на сегодняшний день неконкурентоспособный. А плюс еще то, что коронавирус, да, вот это долбит. То есть включаешь радио, на сегодняшний день столько-то заболело. Включаешь телевизор, на сегодняшний день столько-то там умерло, понимаете. И что это делает? Это человека прямо вот запихивают в негатив, в стагнацию. Да, да. Люди, люди вот каждую секунду, правильно Владимир Викторович Довгань говорит, каждую секунду, вот мы пока поговорили, да, кто-то кончил жизнь самоубийством. Ведь это так оно и есть. Но для людей очень важно, чтобы у них была зарядка. Вот как мы свои гаджеты, мы их любим, да, вот у нас есть телефон. Я бы его показала, но мы просто сейчас общаемся, да, но все знают, как выглядит телефон. Вот. И, конечно же, телефон, да, если мы его не будем заряжать вот этой обычной зарядочкой нашей, то он превратится просто вот в квадратик, который не нужен никому. Мы не сможем сфотографировать, мы не сможем выйти в прямой эфир, мы не сможем перекинуть деньги, мы не сможем посмотреть календарь. То есть все функции будут аннулированы. И вот, друзья мои, суперджамп – это вот такая зарядка. Это зарядка только для взрослого человека, понимаете? Если мы телефон подключаем, да, с помощью этой зарядки, он заряжается, то тут получается, что мы заряжаем человека всего лишь 8 упражнений. 8 уникальных упражнений, которые человек забирает на всю свою долгую, оставшуюся, самую счастливую жизнь. Анжелика, я так понимаю, что огнем ты горишь и продолжаешь гореть, но ты знаешь, меня ведь в некоторой степени заставило задуматься название этого курса «Методика развития взрослого человека». Я до сих пор не слышала ничего подобного. Ну, видимо, на тот момент я почувствовала, что я уже взрослый человек, и мне это стало интересно. Методика развития взрослого человека. Я понимаю, там в детском садике воспитатели, у них есть методичка развития там ребенка до определенного уровня, какие-то шаги там. Но методика развития взрослого человека, я думала, уже его развивать не надо, он уже развит все и доразвивался, что он уже в стагнации. И потом у него, как я всегда повторяю, дочки, и говорю, потом только скамеечка у меня. Ну, как только я подхожу к скамеечке сесть, и там подходит бабушка садиться, я как о шпаге на вскакиваю к скамеечке и думаю, нет-нет-нет-нет, бабушке уже далеко за 80, поднимай задницу и вперед шагай. Ты не бабушка, тебе еще рано входить в это состояние бабушки на скамейке. Как бы тебе ни было тяжело, жарко, а жарко было, я иду и говорю, иди, иди. Дохожу до очередной скамеечки в парке, только хочу сесть. Тут опять какой-нибудь мужчина идет. Я такая, не поднимай задницу, поднимай, иди, иди. Это не твое. Вот я же очень часто слышу, как твоя мама слышит твои занятия. Она всегда присутствует на этих занятиях. Я думаю, что маме вот на данный момент нравится то, чем ты занимаешься. Нравится твоей маме? Да, однозначно, конечно. Она меня поддерживает, и все вот эти упражнения она на себе применяется. И мамочка, и дочечка. Вот у меня такая группа поддержки шикарная есть. Это, конечно, большое дело, когда тебя дома понимают. Да. Так, что-то там Лена пишет. Люди сейчас тяжело фильтруют негатив. Они просто не могут. Да, Лена, мы с тобой полностью согласны. Это я не убираю комментарии, убрала только, чтобы скриншот сделать. Вот, я понимаю, что людям сегодня в современном мире очень тяжело. И часть, давай так честно будем говорить, в сетевом маркетинге не всегда тебя смотивирует правильно. Вот ты сказала, что 10 лет ты была, правильно у меня записано? Да, 10 лет в сетевом маркетинге. Да. Вот, скажи мне, пожалуйста, ты, ну ты же на данный момент не ушла. В какой компании ты, ну, или находишься, или пользуешься продукцией на данный момент? Ну, смотри, дело в том, что я была в биопике, где-то 3 года я активно развивала. У меня у самой были шикарные результаты, у мамочки, то есть вот это капсулы были. Элев-8, вспоминала название. Элев-8 капсулы. Элев-8, да. Вот, потом придумали еще другие капсулы. И вот 3 года я прям с удовольствием все это делала. Потом что-то там немножко испортилось. То ли вот люди, которые там были, да, что-то началось, что перетрубация, что нам сначала говорили, у нас один президент, в итоге их стало 3. Потом что-то там, что-то там началось, в общем, такое непонятное. Вот, и в итоге, в общем, очень многие люди оттуда поуходили. Я знаю, что до сих пор биопик существует, как бы, все хорошо, но они молодцы. Ну, конечно же, вот оттуда началось тоже очень хорошее развитие, да. Хотя вот Андрей Шаура, могу сказать, да, он такой лидер. Ну, у него, конечно, такой особый взгляд, да. В любом случае я всегда говорю, я всегда благодарю людей за то, что они мне дали определенный опыт. Потому что у каждого человека мы учимся. Будь он какой-то положительный или отрицательный, ты из этого всегда вытаскиваешь что-то, что ты можешь применить для себя. Это очень важно. Анжелика, но ведь три года, находясь у тебя какие-то вот этапы, ты этапами и там, и тут, и три года находясь сетевом, ты стала ведь уже сформированным лидером. Ты уже научилась работать с командой, а не сама там официанткой, мерчендайзером. Ты уже стала руководителем определенной группы людей. Ты сформировала в себе определенные навыки. И когда, собственно говоря, что случилось? Почему? Вот тебе там не понравилось, тебе не понравилось, ну, какой-то там организационный момент, а тебя-то как нашел субпиджам. Подруга позвонила, подруга сказала, ты не пошла путем обычных людей, ты стартанула сразу через франшизу. Ты не забывай, я, будучи сетевиком, я не всегда понимала, что такое франшиза. А ты такое слово франшиза, сейчас начинай мне еще там объяснять двигатель, капот и все остальное, то в моей голове я не автолюбитель, я автосидетель с соседним, с рулем рядом. Так и здесь. Понятие франшиза для многих людей, ну, я не знаю, это может быть что-то и с автомобилем связанное. Можно чуть-чуть поподробно? Да, конечно, конечно. Дело в том, что франшизу мы покупаем в Суперджапе для того, чтобы быть именно интеллект-тренером. То есть вот мы проплатили франшизу, и у нас есть сертификат о том, что я прошла курс, и я на сегодняшний день являюсь интеллект-тренером. Но я уже на сегодняшний день не просто интеллект-тренер, я мастер-интеллект-тренер. Вот. То есть, да, потому что проходит время, мы уже свои организовываем Суперджампы, прокачиваем людей. И вы знаете, вот эта вот франшиза, она вам дает право преподавать людям информацию доносить, которая может улучшить человека всего за 10 дней. Понимаете, я за все свои, как говорится, 10 лет в сетевом, да, я не видела, ведь я тоже ездила. Я ездила и в Алма-Ату, я ездила и за границу для того, чтобы прокачивать себя. Но обычно что у нас получается, да, когда мы ездим? Мы приезжаем, там такой крутой коуч говорит, хоп-хей, там все классно, давайте, вот так делайте, вот все. Ты две недели прокачиваешься, приезжаешь домой с большими глазами, с тетрадкой исписанной, ложишь эту тетрадку благополучно, и все. И у тебя мотивация вся улетучивается, и думаешь так, что делать дальше? Понимаете? Вот. А у нас в Суперджампе что происходит? Друзья мои, когда вы заходите просто на обучение Суперджамп, там есть 10 дней, это онлайн, и после 10 дней у вас в подарок идет 20 дней, вы прокачиваетесь в интеллект-клубах, и это просто, просто вот суперское обучение, что там происходит. Вы прокачиваете свой мозг, понимаете? Дело в том, что вообще миссия нашей компании, ассоциации, да, это путем самосовершенствования, путем деланья из обычных людей, людей осознанных, изменить этот мир к лучшему, сделать его чуточку лучше, да. Мы также тут говорим за экологию. Мы хотим, вот если так вот рассказать, да, на сегодняшний день мы все с вами, друзья мои, кто вот смотрит нас, да, мы все плывем на Титаники, понимаете? Титаник. Он куда шел? Он шел ко дну, и мы с вами идем ко дну, но кто-то параллельно в каютах покупает золотой унитаз, кто-то продает шлюпки и спасательные жилеты по баснословной цене, понимаете? А мы-то с вами все плывем дальше, и никто не задумывается, что нам нужно дыры латать, что нам нужно курс поменять, что нам нужно что-то резко изменить, для того, чтобы наши дети, наши внуки жили вот в этом чудесном мире. Вы представляете, на сегодняшний день в Индии есть кафе, где люди приходят и в масках дышат хорошим кислородом, хорошим воздухом. Вы представляете? Это страшно, друзья мои. Я не хочу, чтобы мои дети и внуки дышали таким кислородом. Я хочу, чтобы был лес, чтобы было все хорошо, чтобы они ходили в лес за грибами, чтобы эти грибы были не отравлены каким-то там неизвестным дождем, а чтобы все было экологично. И поэтому, мои хорошие, нужно как можно большему количеству рассказывать про суперджамп, делать людей осознанными. Ведь человек осознанный, это кто такой? Это человек, который ушел от невежества. Что такое невежество? Это человек, который не ведает, что творит. Он выезжает, вырубает леса. А ведь чтобы одно дерево-то выросло, это надо 30 лет, 40 лет. Вы представляете, сколько надо времени, чтобы возродить это все. Даже если он будет вырубать и тут же садить, мы не сможем восполнить все это. И поэтому это очень важно, мои хорошие, двигаться, как говорится, в нужном направлении. Тебя слушать можно прям вот часами. Дело в том, что я даже комментарии не смотрела в таком азарте, все урод открывают и слушают тебя. И про грибы, и про все на свете. Мы действительно, люди, если они задумываются об этом ужасе, что вокруг нас, потому что ты иногда нам показываешь, как выглядит Байкал, в каком состоянии он находится. Но я сейчас, продолжишь? Я просто сейчас вижу уже комментарии, и кому-то ручкой тихонечко машу, а кому-то отвечать нужно. Вот Галина, вижу, что пишет Румянцева, а если не хочешь быть тренером, нужна франшиза. Делай секунду сейчас, Анжелика, я тебе дам сейчас ответить, потому что само слово суперджамп для меня много тоже не значило. И вообще, для меня это как чунга-чанга. Я не понимала само это слово. Так что, Анжелика, начни, что такое суперджамп, а дальше ответь, пожалуйста, вот Галине. Хорошо. Значит, друзья мои, суперджамп, это курс, который проходит 10 дней. Благодаря этому курсу вы станете еще более целеустремленными, еще более ответственными, еще более эффективными, еще более стрессоустойчивыми. На этом курсе мы учим, как вдохновлять и мотивировать людей, как заходить в ресурсное состояние. Огромная фишка нашего курса, хочу сказать, это то, что мы рассказываем, как можно прокачать свою иммунную систему. И это очень важно. Когда у нас проходят интеллект-тренировки, уже в интеллект-клубах мы прокачиваем дивергентное мышление, ораторское искусство, ну и, конечно же, качество лидера. Понимаете? И все это всего лишь за 10 дней. Если человек к нам приходит, я вам лично гарантирую экстраординарные изменения вашей личности. Но только при условии, что вы будете эти 10 дней выполнять 8 наших жемчужин, 8 уникальных, наипростейших упражнений, которые будет вам рассказывать тренер. Значит, что такое суперджамп? Супер – это, ну как бы супер, да? А джамп – это прыжок. То есть это прыжок в вашу новую, лучшую, счастливую, самую богатую, богатую духовно, богатую материальную жизнь. Понимаете? То есть вот как-то так. Интеллект-тренер, понимаете, это профессия уже 21 века. Почему? Вот смотрите, чтобы быть коучем, да? Потому что очень многие связывают с психологией, с коучингом, да? Все это правильно. Но чтобы быть коучем, надо отучиться 2 года. Чтобы быть психологом, надо отучиться 4 года. И то я думаю, что эти цифры на базе уже какого-то одного высшего образования, я так думаю. Вот. Но, друзья мои, для того, чтобы стать интеллект-тренером, вам нужно просто пройти курс суперджампа, решить, что это дело ваше, что оно вам, как говорится, откликается. И все. И вы затем, конечно же, у нас тоже есть обучение, вы будете проходить, какие, потому что нужно элементарно знать ту информацию, да? 10 дней, что нужно рассказывать. И все. И вы готовы интеллект-тренер, понимаете? А какие здесь масштабы, это просто не передать. Я, конечно же, могу вам как пример привести. У нас есть, можно сказать, что моя землячка, да? Она с Иркутской области, с города Ангарска. Человек, но она лидер. лидер компании «Амвэй». Она там очень хороший чек имеет до сих пор. Но она, вы знаете, я вам расскажу, потому что это очень интересно. Когда мой наставник, Егор Белозеров, списался, да, вот с Верочкой Макаренко, она, у нее была такая большая корона, и она сказала, да что ты можешь мне предложить, мальчик? Понимаете? И вы знаете, Егор Белозеров сказал ей, а вы никогда не пробовали снимать корону? Представляете? Он ей это сказал. И тогда, да, и тогда получилось, что она немножко что-то, вот это ее, видимо, зацепило, и она решила разобраться. И когда она разобралась, друзья мои, она, можно сказать, закинула свою, свой «Амвэй», и на сегодняшний день, 8 месяцев она, как у нас, да, в Суперджампе, она вышла на доход 1 миллион рублей. Это постоянно растущий доход. Этот человек уже не живет в Ангарске, она путешествует, с февраля месяца она путешествует по Краснодарскому краю, Сочи, Геленджи, Канапа и так далее. В общем, она там передвигается, и у нее все время другой офис, потому что чем она занимается? Она 3 раза проводит Суперджамп, очень хорошо получает, кайфует от жизни, море, солнце, вместе с мужем они все это делают. Кроме этого, друзья мои, очень здорово, что это семейный у нас бизнес. Вот Верочку Макаренко привела вам в пример. Дочка ее живет в Израиле, она тоже интеллект-тренер. У нее, у нее очень много людей, которые открыли разные страны. У нее есть человек, который открыл Монголию, представляете? То есть у нас на сегодняшний день мы зашли в 56 стран мира. И вот буквально вчера написали вот в нашем главном чате, что наша книга Суперджамп переведена на 20 языков, представляете? Было 18, 17, сейчас уже 20. Сейчас самый последний грузинский язык перевели в саму книгу. Да, грузинский язык. Вот, поэтому, вы знаете, это, конечно же, супер. Галина пишет, была у вас на Байкале. Отлично. У нас очень красивые места на Байкале, да. И вы знаете, теперь возвращаясь к вопросу, да, можно ли не покупать, да, что не покупать франшизу? Франшизу. Конечно. Да, конечно. Вы знаете, вот я хочу вам сказать, что Суперджамп кому нужен? Нужен всем людям. От 15 лет и выше, как бы, до там неограниченно. У нас проходила женщина 95 лет. 95 лет проходила в Суперджамп. Для чего вы будете проходить? Есть сетевики, есть люди, то есть, разные-разные люди, но когда вы пройдете Суперджамп, да, когда вы пройдете Суперджамп, то вы из себя сделаете лучшую версию, понимаете? Вот когда мне спрашивают, в двух словах, скажи, что такое Суперджамп, я говорю, это прыжок в вашу новую, совсем другую жизнь. Но уже, вы знаете, если, например, говорить про меня, что мне дал Суперджамп, он мне дал железобетонный стержень, железобетонный стержень, да, да, и сзади два крыла, одно крыло, это духовное, да, второе материальное, финансовое. И здесь очень, очень интересно и очень здорово. Если, даже вот есть люди, я говорю, да, что были люди, у которых были именно семейные какие-то проблемы, и они приходили к нам, и у них все устаканивалось. А я знаю, что тоже на, как говорится, моей практике уже приходил человек, который был 15 лет, он наркоманил, 15 лет, но он уже встал, как бы до Суперджампа, он начал вставать на путь, как бы, лучше, да, на путь исправления, и он пришел к нам в Суперджамп, и человек просто изменился, понимаете. Вот как у нас Валечка Андреева говорит, я хочу, говорит, свою жизнь с ног на голову поставить или с головы на ногу, в общем, как-то так. И у человека все изменилось, вы понимаете. Это, ну, как это может не воодушевлять, да, когда ты за 10 дней, зная уже эту методику, рассказываешь человеку, и по истечении всего 10 дней человек у тебя счастлив, человек видит мир совсем другой, он радуется солнышку, радуются бабочке, радуется просто новому дню, понимаете. Ведь это так здорово. Анжелита, я даже вот там проходит, а Инстаграм даже не дает всем ребятам помахать в эфире, я уже начинаю листать, он не позволяет, ребята, простите, вам даже помахать, он не пускает меня, этой кнопочкой. Ты знаешь, Анжелика, у меня такой получился, ну, я даже не знаю, ну, шутка такая, когда мой супруг не обращал внимания на мои шалости, что у меня тут что-то на ручке нарисовано и всякое разное, вот, а вчера такой, так, ну, это, наверное, уже точно татуировка. А я так сижу, мне так смешно, потому что посмотрю на нее, и так смеяться хочется. Ну, это точно татуировка столько дней. А потом такой сидит, говорит, нет, ну, как можно за такой маленький смайлик отдать 10 тысяч? А я хохочу. Я легла спать, а он, телевизор включен, он такой, нет, ну, вот за 10 тысяч за такой маленький смайлик, который улыбается. А мне так хочется сказать, что теперь это отличие человека счастливого, это маленький смайлик на руке. Ну, думаю, ну, одень ты очки, ну, посмотри ты, что это фломастер, что это чернила. Ну, я с гордостью хожу, говорю, да, маленький смайлик за 10 тысяч. Я смогла себе это позволить. Он говорит, боже мой, у тебя вечно что-то сумасшедшее в голове. Я говорю, ну, а что так маленький смайлик, сейчас все так дорого стоит. Может, если бы ты знал, вот сейчас дверь открою, и он будет, он продолжает так считать, что женщина вот хочет ей так вот нравиться. И она делает смайлик, татуировку. Он же каждый день слышит от меня, что у меня постоянно он дорисовывается, он это не видит, но он все время на руке. А сегодня я так решила немножко свой мозг напрячь и с этой руки перенести его на эту. И я левой рукой училась рисовать на новом месте. Думаю, ну, а что ж ты все время-то правой и правой. А ну-ка попробуй. Ну, ничего, ползи засмеющийся, хороший смайличек. Вот. Тренировала, опять же, свой мозг. Потому что вот все, что я поняла из-за присутствия у вас, я поняла, что это действительно тренировка. Постоянная тренировка. Ну, мы не будем рассказывать о всех упражнениях, которые есть, но они все очень удивительные. Вот, ну, не дает ребята вам всем помахать, очень хочется, но уж извините нас. Вот. А все упражнения действительно простые, когда меня сейчас спрашивают, а что ты делаешь? Я говорю, татуировка сбежала на другую сторону света, видишь, она быстро так шик-шик, мозг тудым-тудым-тудым-сюдым. Потому что Анжелика на тренировках, она дает занятия, и я посмотрела видео, в котором было сказано, очень интересно, у нас есть еще время поговорить, где профессор, медик, он говорит, даже после аварии, когда у человека половина нет мозга, половина головы нету, мозг продолжает работать, как на две половины. Поэтому моя сбежала, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, взяла и переместилась. Вот. А возвращаясь опять же к тренировкам, которые совсем не сложные, но первое время, я же говорю, ты вот, люди-то не знают, а ты знаешь, что я и засыпала, прям сама себе ловила, потому что мне было прыжок, он был прыжок, мне это было так ново, ну, во-вторых, ты видела, как я относилась к тому, когда люди говорят комплименты, у меня всегда был ступор, как бы ни говорили, внутри там такой червяк, а настолько ли я хороша, как вы мне льстите. И после нескольких тренировок я так поняла, почему люди льстят, ну, человек говорит то, что ему хочется, его никто не заставляет, его никто не мотивирует, и вообще я им ничего не должна. С чего это ради? Они должны меня так просто кривить душой и говорить мне кучу добрых слов. А потом становится интересно каждый день услышать о себе хорошее. А услышав о себе хорошее, так немножко кусочком и дать другому человеку это хорошее, потому что вокруг оказались одни хорошие люди, а мне очень долго хотелось поменять окружение ноющих, плачущих, вечно недовольных, ну, потому что уже такой период, когда, как я говорю, человек подходит к определенному периоду жизни, и этот период жизни после 40-45, у него становится состояние чего-то он достиг, посадил, взрастил, поднял, насадил, а про себя забыл, забыл напрочь, потому что была какая-то погоня, он все время бежал, 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 и вот, ребята, ну, поставьте, пожалуйста, какой-нибудь значок, циферку 1, 10, нолик, что хотите, поставьте, что вы согласны, что часть жизни у нас в беготне, мы куда-то бежим, за кем-то гонимся, хотим все успеть, но ничего не успеваем, и вчера, посмотрев одно, опять же, из занятий на тренинге, я поняла, в холостую жизнь получилось пробегом, в холостую, мы бесплатно бежали всю свою жизнь, просто, бесплатно, потому что, если измерять то, что мы зарабатывали, и все, что мы вкладывали в себя, это вот Анжелика говорит, это в мозг, да, вложив в мозг, ты себя чувствуешь продвинутым, мощным, накачанным, но ведь и это наступает какой-то, как Анжелика сказала, заряд батарейки заканчивается, и надо искать опять новое окружение, новых людей, чтобы снова подзаряжаться, поэтому для меня суперджамп, это был прыжок, скачок, взлет, для меня это была глубокая перемена внутренняя, я действительно благодарна всем, кто оказался рядом со мной, со мной рядом уникальные, удивительные люди, часть людей очень молодая, часть людей уже 40, 40 плюс, и я понимаю, что это методика действительно развития взрослого человека, вот что бы вы мне не говорили, я тоже не один год в сетевом маркетинге, не дают такую программу развития взрослого человека, правильно Анжелика вначале сказала, тебе говорят, иди, делай, достигай, но вопрос как, с кем, на какой методике, на что опереться, мне очень понравилось, именно поэтому, исходя из собственного, вот такого ощущения, я пригласила Анжелику на прямой эфир, благодарю вас, ребята, за поддержку, Валя, неужели ты это говоришь, да, Света, да, это говорю я, потому что ты, это мой психолог, ты знаешь, насколько мое состояние было, ну, стагнация действительно, я искала повода людям сказать, что мир другой, что за окном в 4, в 20, в 5 утра птицы поют, они поют не целый день, птица тоже уходит спать, потому что, ну, все в природе, оно циклично, подъем, спад, подъем, спад, и поэтому, Анжелика, я очень благодарна тебе, что ты пригласила меня, что ты написала мне, и мне это, я так понимаю, что мне это тоже предстоит, протянуть руку людям, которые, да просто, у них будет время подумать, с 19 апреля по 2 мая, у них тоже будет время подумать, 20 дней, посмотреть, изучать, на у нас информации много, поэтому, Анжелика, вот скажи, вот момент, последний, я хочу его уделить, миссия твоя, лично миссия, она изначально была и в сетевом маркетинге помогать людям, быть волшебником, протягивать руку, или она частично изменилась в супер-жамп? Валечка, ну смотри, дело в том, что вот во всех своих проектах меня даже, ну как бы, ругали, что я иной раз могла до 2-3 часов задержаться, потому что с Москвой у нас разница 5 часов, а мне надо было человека зарегистрировать или что-то там сделать, то есть, ну вот, было такое, да, что вот ночами мы помогали, я, это вообще мое, помогать людям, это мое, поэтому я помогала, но на тот момент как бы была миссия, я всегда хотела дать людям возможность, да, зарабатывать, но при этом еще и кайфовать, и вот именно в супер-жампе вот, вот, все звезды сошлись, понимаешь, тут люди и кайфуют, и зарабатывают, то есть, а какие здесь люди, мы когда вот встречаемся, да, у нас 300-400 человек онлайн, когда вот долго нас Владимир Викторович, основатель, да, этой программы собирает, это просто что-то, вы понимаете, Франция, Англия, Испания, Германия, Болгария, и на сегодняшний день, и все, вы знаете, настолько чудесные, настолько прекрасные, Наилечка, благодарю тебя, моя хорошая, Наиля там пишет, вот, смотрите, да, дело в том, что смотрите, все страны, да, вот сейчас я связалась с Германией, с Лили, да, и насколько человек открытый, насколько сразу видно, что суперджамповец, она мне сразу сказала, конечно, Анжела, давай, будем обмениваться опытом, и вот даже вот, Валечка не даст соврать, мы ее пригласили к себе на суперджамп, давали ей слово, сейчас она будет запускать, и я с удовольствием пойду, как бы, да, тоже перенимать опыт, потому что для нас самое главное, сделать как можно больше людей счастливыми, чтобы они жили, потому что суперджамп, это счастье и любовь в одном флаконе, как-то так, и как сказал, Валечка, как сказал великий Сократ, в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить, и мы даем светить каждому солнцу, каждому человеку, кто захочет, понимаете, потому что очень много людей, которые и ищут это, и если они ищут, то они обязательно это найдут. Благодарю тебя, Валечка. Благодарю и я тебя, я тоже посматриваю на время, но я должна тебе сказать, у людей может сложиться представление, что это одни тренировки, нет, ребята, это не одни тренировки, это тренировки, уроки, это общение, это такой, я бы сказала, индивидуальный подход к каждому, потому что группа не состоит больше, чем 10 человек. Это Довгань, Владимир Викторович может собирать 300, 400 и разные страны, мы еще не Довгань, мы еще не собираем так, а группа из 10 человек, это группа, где тебя поддержат, где тебя поймут, где тебе могут подсказать, и там реально ты получаешь заряд, а заряд ты получаешь на целый день, потому что в течение дня ты можешь выполнять то или иное упражнение, у тебя есть своя жизнь, но ты все время, все время должен помнить, что ты идешь в состояние развития, постепенного, маленькими шагами, с огромной скоростью, у каждого свой темп развития, и я так думаю, что это не последний наш эфир с Анжеликой, и не последняя наша встреча, где мы с радостью вам расскажем о том, как интересно быть просто в кругу интересных людей, а тебе, волшебница, я благодарна за встречу, что ты откликнулась, что ты захотела поделиться этим теплом, которое есть в тебе, и рассказать о своей миссии. Ребята, всем спасибо, кто был с нами, кто будет смотреть в записи, можете задавать вопросы мне, Анжелике, кто не знает, то наверху рядом с фотографией есть птичка, галочка, нажав ее, вы можете попасть в любой аккаунт, в мой или в Анжеликин, и увидеть, на кого вы подписаны, на кого нет. Итак, друзья, до скорой встречи. С вами была Анжелика Ланштейн. Всего пока, ребята. Я закрываю эфир. Благодарю. Всем пока-пока. Благодарю.